Всем привет, ребята! Сегодня я остался дома, так как рыба у нас совершенно ни на что нигде не клюет. Вообще никакая рыба. Ни на поплавочку, ни на спиннинг, никак. В придаче у нас в стране режим самоизоляции. Тут и вирус, тут и милиция гоняет, тут еще и Росрыболовство. Какой-то закон там написало о запрете любительской рыбалки на период самоизоляции. Ну не знаю, насколько все эти законы законны. Не нам решать. И видео сегодня совсем не на эту тему. На эту тему есть миллион видосиков на ютубе без меня. Кому интересно, сами посмотрите. Сегодня я хочу поговорить совсем на другую тему. Эта тема будет выглядеть так. Сегодня мы поговорим о рыболовных снастях в целом. Какие из них можно считать хорошими, а какие из них можно считать плохими. Потом мы с вами поговорим о рекламе этих рыболовных снастей на ютубе. А вернее поговорим об отношении зрителей к этой рекламе. Об отношении блогеров к этой рекламе. И об отношении самих рекламодателей к этой рекламе. У многих людей как-то складывается ошибочное мнение абсолютно обо всем, что я вот сейчас сказал. Вот это прослеживается буквально под каждым видео в комментариях. Это видно, что люди мыслят как-то однобоко. То есть есть черное, есть белое. Хорошее – говно. Все. Посередине ничего не существует. И каждый все оценивает со своей колокольни. У кого есть деньги, для тех все дешевое говно. У тех, у кого нет денег, для тех все остальные и зажрались, и дорогое. То есть говно. Вот я ловлю на снасть за три копейки, и все хорошо. Ну давайте теперь рассудим все как бы так логически и адекватно. Что такое хорошая рыболовная снасть? Ну, будь то катушка, будь это спиннинг, удочка, плетенка, леска. Хорошая вещь – это та вещь, которая соответствует своей цене. То есть возьмем, к примеру, рыболовную катушку. Она не кидает петель. Она не ломается на первых пяти рыбалках. Ей, в принципе, можно ловить. Ну, у нее там какие-то люфты, какая-то она вся такая болтается. Ну, какая-то, ну такая, не очень. Ну, стоит эта катушка, к примеру, тысячу рублей. Так вот, ребята, плохая эта катушка или хорошая? Если катушка за тысячу рублей не кидает петель и не сломалась на первых трех рыбалках, это считается хорошей катушкой. Если на этой катушке стоит цена не тысячи, а пять тысяч, это уже плохая катушка. Там мы уже можем требовать, чтобы у нас там и подшипники все стояли, ничего не болталось, все работало плавно и клево. Согласны ж? Согласны. Так же и во всем. Если, к примеру, там спиннинг за две тысячи рублей неплохо кидает, стучит там, к примеру, на середине своего теста, не ломается, легкий, нормально сбалансирован, стоит две тысячи рублей. Это хороший спиннинг? По-моему, да. Это хороший спиннинг. И не надо ждать от него, что он будет по всему диапазону своего теста стучать в пятку. Там кидать на сто пятьдесят метров и вязать рыбу. Будет весить восемьдесят грамм. Ну и все дела. Если спиннинг за две тысячи рублей будет обладать такими характеристиками, то какими характеристиками должен обладать спиннинг за тридцать тысяч рублей, по-вашему? Он сам должен ходить на рыбалку и носить вам рыбу домой? Так что ли? Ну это я образно все так говорю, чтобы люди понимали, что хорошая снасть это та снасть, которая соответствует своей цене. То есть если две тысячи, то соответствует этим двум тысячам. Если двадцать тысяч, то тут уж, ребята, извините, она и должна соответствовать этим двадцати тысячам. И если спиннинг за двадцать тысяч не стучит на середине своего теста, это плохой спиннинг. Но если он стоит две тысячи, это годный спиннинг. Ну думаю, мысль мою поняли. А теперь давайте поговорим о рекламе этих рыбаловных снастей на ютубе. Я вот как-то на своем канале пытаюсь показывать и бюджетные снасти, и средней ценовой категории. Иногда дорогие. Ну на что денег, деньги позволяют. И иногда мне что-то еще присылают. Более-менее такое дорогое. Ну не часто. И как-то я стараюсь каждый свой обзор построить так, чтобы народ понял, что вот данный спиннинг, данная катушка, они соответствуют именно своей цене. То есть они стоят этих денег. Если у вас вот бюджет именно вот столько, сколько стоит эта снасть, и больше вы не можете потратить, то, к примеру, эту снасть брать можно. Но если у вас достаточно средств, чтобы купить что-то лучше, то я всегда за то, чтобы купить что-то лучше. Но если нет денег, то довольствуемся тем, что мы можем купить за эти деньги. Вот как-то так я строю все свои обзоры. Но в комментариях постоянно пишут. Вот. Показал дешевую, значит показал говно, продался. Показал дорогое что-то, значит зажрался. Вот у многих такое вот отношение, что вот блогеру за говенные товары платят кучу денег, ну и за хорошие товары там доплачивают плюс товары. Тут, ребята, все очень сложно и неоднозначно. Иногда, да, за какой-то вот не очень хороший товар блогерам могут заплатить денег, чтобы они его прорекламировали. Ну вот в моем случае я постоянно отказываюсь от такой рекламы. Уже как бы канал старый, подписчики уже сформировались, и аудитория на моем канале достаточно взрослая. Сейчас вот на экране вы видите возрастную категорию людей, которые смотрят мой канал. И мне как-то уже, ну не солидно с моей стороны, за деньги рекламировать какое-то говно. Вот по-русски говоря. И не предлагают столько денег, чтобы это говно захотелось рекламировать. Вот многие считают, что вот тебе там соточку кинули, чтобы ты там какой-то говенный спиннинг прорекламил. Соточку никто не кинет. Тут цены такие, что, ребята, моя рыбалка в Десногорске обходится дороже, чем вот сколько тебе заплатят за это. Поэтому я отказываюсь, постоянно отказываюсь от такого. Ну, когда я вижу, что вот, к примеру, катушечка там, или какой-то спиннинг, удочка, плетеночка, по идее должны соответствовать своей цене. Или я уже это где-то видел их, или какие-то обзоры уже смотрел своих знакомых блогеров, которым я доверяю. То почему бы не взять и показать это людям? Не попробовать самому, чтобы потом у самого свое впечатление сложилось о данном продукте. Ну, и поделиться с людьми. Почему бы нет? И, если честно, то 99% вот этих товаров никто не оплачивает рекламу. Вот 99% никто. Вот вы сейчас вот смотрите и думаете, ага, да, сейчас вот 150 тысяч подписчиков, и ему никто за рекламу не платит. Врет, Саня, все, врет. Да нет, ребята. Я почему даже это видео решил записать? Я вот только что утром написал ответ на письмо, где ребята мне, ну, одна известная компания предлагали мотор на лодку. 20-ти лошадёвый моторчик мне предлагали. И попросили, как бы, вот, не могли бы вы, типа, прорекламировать наш моторчик, сезон на нём отплавать, и каждую неделю там снимать какой-нибудь видосик, где бы вы что-нибудь хорошее об этом моторе рассказывали. И я, ребята, отказался от мотора стоимостью 120 тысяч рублей. Отказался. Почему? Потому что этот мотор, во-первых, китайский, во-вторых, что я могу каждую неделю о нём рассказывать хорошего. Если китайский мотор проездил неделю, об этом уже можно говорить, что он хороший. Если он ещё неделю проездил, я могу сказать, да, он хороший, он уже две недели ездит. Через три недели я скажу, что он три недели ездит, значит, он хороший. Ну, не стал я связываться с китайскими моторами. Ну, зачем? У меня когда есть японец, я им так и написал, у меня есть японский мотор. И если вдруг он что-то сломается, там, это я в любой момент могу пойти и за свои деньги купить себе опять какой-нибудь японский мотор. Ну, как-то на душе спокойнее, когда ты в 15 километрах от машины находишься на водоёме, и у тебя ломается мотор, то как-то 15 километров на веслах против ветра, по волне вот такой вот. Никаких денег, никакой халявы не захочешь, рекламировавшие такие моторы. Но я не буду говорить, что китайские все моторы говно. Просто процент вероятности, что попадётся какой-то плохой, больше, чем у японских. Поэтому я как-то перестраховываюсь. Так вот, о чём я, ребята? И вот такие предложения поступают постоянно. Кто-то просит прорекламировать самогонные аппараты, кто-то просит какие-то газовые котлы, казино каждый день пишут. Кстати, реклама всякого алкоголя, сигарет, пиво там. Это вообще запрещено, но там ребята платят деньги. Вы у меня видели на канале это? Нет. У какого-нибудь известного, уважаемого блогера вы это видели? Нет. Поэтому не надо всех под одну гребёнку мерить. Чем, как говорится, у человека больше канал, тем он как-то ответственнее относится к тому, что он показывает. И если блогер показывает и дорогое, и дешёвое, это не значит, что ему за это заплатили больше, за это меньше, и то, и другое говно. Вот 99% блогеров, может, 98%. Никогда не продаются за деньги. Это вот по моему опыту я вам могу сказать честно. Вот возьмите крупные рыболовные каналы, возьмите, например, Костю Андропова, возьмите Васю Сибиряка, кого там ещё. Ну вот Миду. Ну, Мида у них своя рекламная компания, поэтому их не будем брать. Ну, кто там ещё большие каналы? Ну, многие большие каналы принадлежат брендам. Да, там реклама. Есть каналы, которые находятся на зарплате у каких-то брендов и посвящены определённой какой-то торговой марке. Ну, их таких много каналов, не будем их перечислять. А вот свободные художники, такие, как вот говорю, я, Костя Андропов, Вася Сибиряк, Рыбалка 68, Женёк. Ну, нам пофигу вообще на все эти бренды. Если нам что-то нравится, мы это показываем. Не нравится, не показываем. Если мы показываем дешёвое, это не значит, что это плохое. Если дорогое, то не значит, что это тоже плохое, его надо впарить. Это вот я с вами поговорил об отношении к рекламе блогеров и, так сказать, зрителей. А теперь давайте поговорим о том, как относятся к рекламе сами рекламодатели. Или, будь то это производители, или какие-нибудь такие компании, которые объединяют в себе несколько брендов, или это просто интернет-магазины, которые хотят прорекламироваться на ютубе, как они относятся. Вот честно сказать, вот 90% из них, вот 90% никогда не требуют каких-то хвалебных отзывов. Обычно предложение о сотрудничестве звучит так. Здравствуйте, мы вот посмотрели ваш канал, он как бы представляет для нас определенный интерес, не хотите ли вы с нами посотрудничать, сделать там обзоры на какие-то рыболовные товары, которыми мы торгуем. И вот 90% предложений звучит именно так. И вот ты идешь на их сайт, смотришь, чем люди торгуют, и выбираешь то, что тебе нравится. Это ребята просто хотят посотрудничать по бартеру. То есть ты у них берешь то, что надо тебе, а за это ты снимаешь для них видео с этим товаром. Вот, например, рыболовным интернет-магазином вообще все равно, что ты скажешь о товаре. Вообще, хоть ты его там вот с грязью смешай, им все равно. Потому что это был твой выбор, и у них в магазине сотни разных товаров, кроме того, что ты взял. Интернет-магазину главное привлечь покупателя в свой магазин. То есть им надо только то, чтобы человек, посмотревший видео, нажал на ссылочку и зашел в их интернет-магазин. И там уже человек сам найдет, какую фигню ему купить. И буквально в 80% случаев как бы ты не хвалил какой-то товар, человек вот перейдет по ссылке на этот товар, а купит что-то другое. Поэтому не важно, что ты говорил о товаре, если ты рекламируешь интернет-магазин. Тут, ребята, вообще никакого вранья от блогеров не бывает. Если ты рекламируешь какую-то отдельную фирму, если тебе вот нравится товар этой фирмы, то ты его берешь. То есть блогер берет его на рекламу. Если товар не нравится, просто отказываешься, и эта фирма остается никем не замеченная. Ну, если она до этого не была кем-то продажным разрекламирована. Или также она может быть разрекламирована где-нибудь в газетах, в журналах. вот газеты и журналы это вот ребята и телевидение, кстати. Это вот самые продажные средства массовой информации. Там ребята живут на рекламе. И они рекламируют все, что им предложат. К ним приходит рекламодатель, и они не могут ему отказать рекламодателю только по той причине, что они потом не смогут существовать, если будут отказываться от большинства предлагаемых товаров на рекламу. У них нет другого выхода. Они на этом живут. Все вот эти рыболовные журналы, газеты, телевизионные каналы, они живут за счет этой рекламы. И у них там куча народу, которое должно с этого кормиться. Им глупо отказываться от всего этого. А вот рыболовный блогер на ютубе, если у него достаточно большой канал, он может сам выбирать, что ему показывать, а что нет. Думаю, донес до вас, ребята. А то многие думают, что блогеры продажные. Не, ребят, все глубоко не так. Так, о чем это я? О рекламодателях, которые хотят рекламу. Многие обращаются за рекламой так. Вот вы протестируете что-то там наше, что мы там производим. Если вам понравится, то вы расскажете о нашем товаре. Если вам не понравится, то вы не будете об этом больше говорить. Вот такие предложения тоже можно принять. Например, кто-то предлагает какой-то там спиннинг, какую-то катушку. Я тихо получил, тихо сходил на рыбалку, мне не понравилось, я или отослал назад, или просто не выкладывал видео с их товаром. То есть ни рекламы, ни антирекламы вы ничего не увидели. Ну и фирме, как говорится, и себе ничего, и фирме ничего от этого. Ну и вам ничего. Вам не впарили говно, я не заработал денег, а компания не продала товар. Короче, никому все остались при своем. Вот такая вот бывает ситуация, ребята. И бывает еще третья ситуация от рекламодателей, когда рекламодатель тупо не понимает, что он хочет. Есть вот такие компании, которые заказали что-то в Китае, даже много заказали, и удочек, и воблеров, там, и спиннингов, и катушек, и крючков, вот всего они там самой дешевки там заказали, самого вот такого отборного дерьма имеется ввиду. Открыли интернет магазин, и они пишут всем блогерам, вот абсолютно всем, хотите мы вам пришлем на обзоры, ты вот смотришь, вот взять абсолютно нечего, и тут где-то вот в уголке сайта есть какие-то хорошие у них там еще товары, ты говоришь им, ребята, вот у вас там есть хорошие товары, давайте, и я сделаю на них обзоры, там покажу народу, и вот эти вот мягко говоря тупорылые создания, которым надо заманить на свой сайт людей, они накупили на миллионы говна, и у них чуть-чуть есть хорошего, ну им-то надо на сайт людей привлечь, и вот тут они тебе пишут такую умную мысль, хорошее у нас и так купят, вот нам надо вот это дерьмо парить, вот оно у нас плохо продается, вот не часто, но встречаются вот такие ребята, ну блин, ну что им сказать, блин, некоторые даже денег предлагают, ну невозможно ребята за каких-то там 10-20 тысяч рублей потерять труд 6 лет, вот у меня каналу 6 лет, я 6 лет вас собирал на этом канале, ну не продамся я за 20 тысяч рублей впаривая говно, поэтому просто напишешь таким рекламодателем, не ребята, мне это не интересно, идите нафиг, ну вас, ну отвалите, как-то так вот бывает, ну вот, примерно я вам рассказал, что такое реклама на ютубе, какое отношение у людей к этой рекламе, какое у блогеров, и какое у рекламодателей, вот такой вот у меня получился видосик кухонный во время коронавируса, всем пока, пока.